Итак, давайте продолжим. Нам осталось рассмотреть последний пример, в котором мы продемонстрируем использование Лемы Лаваса. А именно, теорема Ван дер Вардена, с которой мы с вами познакомились на одном из первых уроков. Итак, как вы помните, давайте повторим, омико-кей это такое минимальное число n. Такое, что если мы возьмем последовательность чисел от 1 до n и покрасим ее двумя цветами, то при любой раскраске в ней всегда найдется арифметическая прогрессия длиной k, которая будет покрашена одним цветом. Если не помните, вернитесь к первым лексам и посмотрите. Я повторю, омико-кей это такое минимальное n. Такое, что если мы возьмем последовательность числа от 1 до n и покрасим ее двумя цветами, неважно, как мы проведем покраску, всегда будет одноцветная арифметическая прогрессия длиной k содержаться в этой последовательности. Итак, мы с вами доказали с помощью обычного вероятного момента, самого простого, что омико-кей должно быть больше, чем 2 в степени k пополам. Сегодня, с помощью Лемы Лаваса, прямо сейчас мы с вами докажем намного более сильную границу, что омико-кей на самом деле больше, чем 2 в степени k, деленное на 8k. Намного это число больше, чем это. Возьмите, например, k равное 1000, и вы увидите глоссальную разницу. Итак, здесь 2 в степени 1000, а тут только 2 в степени 500. Это число намного больше, чем это. Итак, давайте докажем это. Что мы сделаем? Опять же, надо ввести вероятностное пространство, задать вероятность. Итак, у нас есть последовательность чисел длиной от 1 длиной n, и мы с вероятностью, опять же, 1,2. Обратите внимание, вероятность не всегда 1,2. Иногда надо найти, с какой вероятностью мы что-то производим. Итак, в данном случае мы красим цифры с вероятностью 1,2 в один цвет, с вероятностью 1,2 в другой цвет, независимым образом от покраски других цветов. Итак, обозначим, пронумеруем все монохроматические последовательности длиной k, и обозначим событие ai следующим образом. ai это событие, что ai это арифметическая последовательность длиной k, одноцветная или монохроматичная. Все последовательности арифметические можно пронумеровать, их конечное счетное число. Хорошо. Тогда давайте посмотрим, и это будут плохие наши, плохие события. Тогда давайте посмотрим, что такое вероятность того, что не произойдет и первое, и не произойдет и второе, и так не произойдет до того числа, сколько есть арифметических прогрессий. Мы с вами видели, что таких прогрессий два из n. Итак, что написано здесь? Здесь написано, что не произойдет ни первое, ни второе, ни так далее. Что это значит? Это значит, что не будет ни одной арифметической прогрессии длины k, которая будет одноцветной. Если вероятность это больше нуля, то это значит, что это плохо. Это значит, что вот это n находится меньше, чем омега k. Поэтому мы сможем найти границу для омега k после того, как мы оценим эту вероятность. Теперь, посмотрите внимательно, эта вероятность напрашивается, чтобы мы начали использовать лему лаваса. Это мы сейчас с вами и сделаем. Итак, нам надо оценить, достаточно оценить вероятность ai-2 и степень зависимости, то есть d. Начнем с вероятности ai-2. Вероятность ai-2, можно по соображению симметрии, допустим, даже взять вероятность ai-1, это вероятность того, что некоторые, давайте оставим ai-2, некоторые определенные арифметические прогрессии длиной k одноцветные. Она будет одноцветной, если это все будет покрашено одним цветом, так как мы красим независимым образом, то это будет сверкать 1 вторая умножить на 1 вторая, в степени k минус 1, потому что первый цвет может быть произвольный. Итак, это равняется 1 вторая в степени k минус 1, так как первый цвет произвольный. Теперь нам всего лишь осталось, и это, разумеется, меньше единицы. Нам осталось определить d меру зависимости. Во-первых, подумайте сами. Возьмите минут 5-10, там сколько вам надо, и подумайте, чему равняется d. Итак, верно, следующее утверждение. d, соответственно, сколько общих элементов, со сколькими последствиями может пересекаться данная последовательность. Подумайте, ответите на этот вопрос сами. Я расскажу вам сейчас ответ. Данная последовательность может пересекаться максимум с n умножить на k другими арифметическими последствиями длиной k. Длина k дает нам это k, а то, что у каждого элемента может пересекаться других n последствий в этом элементе, это n. Напишите формально, почему это так. Отлично. Теперь мы можем воспользоваться теоремой Лаваса. Если i умножить на π, то есть на 1 вторую степени k-1 и умножить на d плюс 1 умножить на n плюс k плюс 1 меньше единицы, то тогда вероятность того, что у нас не будет монохроматической арифметической прогрессии длиной k будет больше нуля. А мы хотим, чтобы эта вероятность равнялась нулю. Поэтому отсюда можно сделать вывод о том, чему равняется омега k. Давайте посмотрим, что мы тут получили. Когда вы это переобразуете, у вас получится, что омега k должно равняться 2 в степени k делить на 8 k. Делать это сами, это нетрудно проверить. Итак, на этом мы, в общем-то, подошли к завершению нашего восьмого урока. Я скажу несколько слов, которые просумерили все, что мы сегодня сделали, и мы закончим. Итак, мы рассмотрели с вами на этом занятии новые средства из аппарата вероятностных методов, а именно лему лаваса. Лему лаваса позволяет в ряде случаев оценить вероятность, да, не оценить вероятность, а вообще оценить, посмотреть, может ли произойти такое событие, что ни одно из плохих событий не произошло. Если эта вероятность больше 0, это значит, возможно, что такой случай, что это значит, что есть такой исход, при котором ни одно из плохих событий не произойдет. Мы с вами сказали, что если сумма вероятности AI меньше единицы, то ответ на наш вопрос положительный, да, такое возможно. Но во многих задачах эта сумма больше единицы, поэтому этот метод не применим. После этого мы с вами сказали, что если события тут независимы, и в каждой них имеют ненулевую вероятность, то также ответ очевиден. Но, как правило, у нас есть менее строгие ограничения. Мы не можем потребовать общую независимость, потому что переменные зависимы, и сумма больше единицы. Но с помощью лема Лаваса, когда переменные зависимы, но как бы слабо зависимы, когда степень зависимости d, это ограниченное число, и так и выполняется то, что вероятность AI меньше единицы, и умножить на d плюс 1 умножить на π меньше единицы, то тогда по лема Лаваса эта вероятность будет также больше нуля. И мы с вами видели, мы решили 4 или 5 примеров, в которых мы продемонстрировали использование лема Лаваса. Мы видели с вами, что иногда использование лема Лаваса дает выигрыш большой, а иногда меньший по сравнению с обычными методами, вероятностными методами. Например, в одной из задач использование лема Лаваса улучшило наш результат всего лишь в 2 раза. А в другой задаче, оно улучшило результат в 2 степени k пополам, то вообще сравнилось с экспоненциальной скоростью. На этом мы с вами закончим. На следующих зарандеятиях мы продолжим говорить с вами о различных неравенствах, которые можно использовать для вычисления тех или иных вероятностей, для анализа их в задачах вероятностных методов. Всего хорошего, до встречи в следующем занятии.